Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас продолжается благодать, солнышко, птички поют. Вот эти томаты, которые я высадила пораньше, уже нужно посынковать. Сегодня первый раз за много-много дней вышла в огород только в 10 часов утра, потому что на выходные привезли внука. Вот у нас он будет два дня. Он ничего делать мне не дает, так что сегодня у нас будет как отдых. Будем опять качаться на качелях с ним, в песочке сидеть. Но можем с ним единственное пересчитать томаты. Он у нас сейчас учится считать. Раз, два, три, четыре, пять. Будем ходить по рядам и пересчитывать. Сегодня видеообзор будет очень короткий, потому что вчера была суббота, сегодня воскресенье, муж у меня на выходных. А когда муж на выходных, я почти никаких огородных работ не делаю. Мы делаем вот эти вот, ну вот все такое. Готовим грядки какие-то, там переделываем. У нас вот, во-первых, сложный рельеф в огороде. И смотрите, у нас там низина, тут у нас вот ступени такие на гору. Там вот где теплица еще выше. И вот эти все террасы в этом году нам пришлось переделывать, потому что делали вот эти доски заградительные очень-очень давно. Они все сгнили, стали как труха. Но некоторые еще остались, но мы их тоже изымаем. Вот делаем с новых досок опять новые грядочки. Грядочка будет здесь, грядочка будет там. Это еще все нужно делать, носить грунт. И только потом засадить. Вот все это. Видите, какая стройка у нас. Очень сложно продвигается все очень медленно. Я вчера уже говорила, тут и выковыриваем эти какие-то тут остатки бетонных разных старых плит. Это еще от старых-старых хозяев, которые жили здесь давным-давно. И вот на время, на те дни, когда муж у меня на выходном и дома, у меня вся работа в огороде сразу встает, останавливается. Потому что ясно, что без меня он же не знает, где какие грядки делать. Приходится здесь присутствовать, где-то и держать даже, где-то что-то подать. Тут и марик с нами вьется. Короче, у нас тут канитель. И вот на два дня, на субботу-воскресенье никаких изменений в растениях моих не произошло. Потому что мы полностью погружены вот в этом бардаке. Тут ой! Короче, это очень сложно все. Так как теплицу переставляли, все старые заваленки разрушили же. Вот теперь новые подцепные заваленки, новую дорожку надо делать. Потому что все немного сместилось по-другому. И вот этих земельных работ очень-очень много. Поэтому обзор будет короткий. Пока занимаемся благоустройством вот этой части, которая почти непригодна для огородничества. Скажу почему. Потому что очень умные, в кавычках, предыдущие хозяева, которые жили здесь давным-давно, они позаливали тут все бетоном. Видите, вот это вот что? Вот это вот я хожу тут. По огороду у нас вот такой вот... Вот он, бетон. У них был когда-то лишний халявный бетон, а они сюда очень много вылили. И вот этот бетон год за годом я помаленьку-помаленьку с края открашиваю, отламываю, ломиком прошу мужа отколоть, чтобы отбить хоть какую-то часть земли еще немного. Где отбить не смогла, там я сделала вот такие вот, видите, в рамках насыпные были грядки. То есть 15-20 сантиметров земли, а внизу вот эти бетонные залитые. Ну, они делали для своего удобства, чтобы не марая ног, ходить по бетонным дорожкам. Дорожки шириной 2 метра, иногда даже еще больше. И вот все, что наверху на бетоне, это у меня здесь тоже грядки. Тут все растет прекрасно, но просто копать неудобно, если начинаешь глубже туда втыкаться, там бетонные плиты. Вот, потому что... Я это все объясняю, потому что многие удивятся, откуда в огороде вот такие вот обломки бетонных всяких, ну, конструкций. Вот, люди добрые когда-то залили пологорода, а я теперь пытаюсь снять это покрытие и снова вернуть земле первоначально ее назначение, то есть выращивать на ней что-то. Ну, все. Выходные у нас будут такие сумасшедшие. Тут внук, котята пищат. Котята уже, кстати, и кушать умеют. Я сейчас покажу в конце для любителей котяток немножко мимимишное видео. Один котеночек уже уехал в село Троицкое Бийского района нашего. Забрали. Осталось всего три штучки. И второй сегодня уедет к Марку, к внуку. И вот где Катя живет, где мой сын живет. Так что у нас останется всего две киски. Все. Всем привет от шумелой огородницы, которая на асфальте пытается что-то вырастить, потому что у нас очень мало земли. Еще одну минутку вас отвлеку. Я же вам показывала все. Помидорки в теплице, в теплице. Я сейчас прошлась по рядам, вот когда хотела считать-то. Посмотрела. В открытом-то грунте у меня ведь тоже на каждой второй почти висят помидорки. А я не хожу, не проверяю. Я же их как подвязала, ну и все, оставила их в покое. Ну, кустики, я вот сейчас иду, ну как, вот на одном, например, еще нет, вот только маленькие не видно, на другом уже хорошие яблочки висят, потом на втором опять нет, на третьем висят. И они висят уже размер-то такой хороший. Это вот открытый грунт. Сейчас еще. Я не скажу, что это редкость, что как, например, на одном выросло, а на другом нет. Я сама удивилась. Я все вам показывала издалека же обзор, но вот редкие, редкие. Я в глубь-то не заходила, я сейчас прошла, смотрите. Так у нас уже тут помидоры висят везде. Но я дальше не пойду. Я так издалека посмотрела. Ну все, сезон начался, да помногу. Где-то, например, одна-две, а где-то прям несколько штучек. Все, помидорочки завязались. И в открытом грунте у нас. Вот еще одного к чашке подсадили. Но они больше, правда, чашку крысут пока, чем молоко. Кто-то научился, прям хорошо лакает, а кто-то нет. Вот они маленькие. Ешьте, ешьте, мамке хоть будет. О, ест дымок. Мамке будет облегчение. Вот вчера еще разбегались, сегодня уже едят дружно всей компанией. Вот там, вот там молочко. Потому что они кошку высосали, такие толстые. Смотрите, они какие здоровые, толстые. Это на одном материнском молоке грудное вскармливание. Ну ты что, дымок. Кушай. Хоть кошке будет Надюшке облегчение.